Для меня, так же как для Алексея, большая честь участвовать в этом форуме. В 2009 году коллеги в Германии сказали, что интерес к Чернобылю падает, и все труднее становится проводить аналогии между Чернобылем и судьбой атомных станций в Германии, во Франции и в других странах. Он наступил в 2011 год. Очень громко заявила о себе Фокусино. Фокусино наполнило в Чернобыле, 25 лет прошло. А вместе и Чернобыль и Фокусино еще раз наиболее остро поставили вопрос по дальнейшей судьбе атомных станций на планете. 25 лет – это срок, который позволяет провести анализ, подумать, чего достигли, что сделали, чтобы последствия были минимальны, какие уроки извлекли. Но вот выводы, как показала Фокусино, неутешительные. Когда-то мне казалось, что одной из причинств и тяжких последствий Чернобыля был существовавший тогда в СССР политический строй. Япония – совершенно другой политический строй системы, другая экономика, другое географическое положение, традиции, абсолютно все другое. Но ошибки те, что и 25 лет назад. И главные ошибки – это попытка скрыть информацию об истинных масштабах традиционных катастроф, попытка преуменьшить эти масштабы, попытка исказить истинное положение вещей. И в обоих случаях такая позиция руководства привела к тому, что население полностью утратило доверие к официальным источникам информации. А если население не доверяет официальным информациям, это порождает домыслы, слухи, которые приводят к довольно тяжелым психологическим последствиям. Об истинных масштабах Чернобыльской катастрофы мы в Беларуси узнали, пожалуй, только спустя 6 лет, в 1992 году. Да и то, кстати, некоторые аспекты этой катастрофы засекренчены до сих пор. Это касается поставок, комплектующих, материалов, деталей при строительстве атомной станции. В результате того, что были попытки скрыть и исказить информацию, было упущено очень много времени. Например, если бы своевременно провели йодную профилактику, может быть, не так остро стоял бы вопрос о раке щитовидной железы. Кроме того, к ошибкам можно отнести, на мой взгляд, то, что огромные средства вкладывались в строительство, причем строили дома для переселенцев в тех местах, где не то, что нельзя туда переселять, а куда вообще нужно вылазить людей. К примеру, можно служить деревне Грушев, Караулянского района, в области, где построена целая улица для переселенцев. Но там жить нельзя. Тут нужно вылазить тех, кто живет, потому что сейчас в 99-м году мы проводили там измерение детей, и максимальные цифры там составляли более тысячи вегалерий на килограмм. Например, 1344, 839, 808, ну и так дальше. В Японии мне доводилось встречаться с людьми, у которых совершенно различные взгляды на проблему фукусима. Я встречал людей, которые делают вид, что ничего не случилось. Нет никаких проблем, никакой фукусима, как жили, так и будем жить. Гораздо тяжелее они переживают последствия природной катастрофы. Кроме того, встречались люди, которые считают, что фукусима – это испытание для них. И пройти через это испытание, которое послана судьбой, они должны за счет силы воли, за счет характера, за счет дворства. Но и все-таки наиболее многочисленные люди, с которыми довелось встретиться в Японии, это те, кто всерьез и беспокоен к происшедшему, те, кто хочет вырастить здоровых детей. Это, по-моему, вполне естественное желание. У таких людей, к счастью, большинство. А если у таких людей большинство, значит, будут приняты какие-то действия и будут положительные результаты. Вообще, в Японии проявляют большой интерес в проблеме ликвидации Чернобыля. Потому что дело в том, что, как мне показалось, в Японии не оказалось никаких наглядных пособий, никакой популярной лекаратуры на тему радиационной аварии. Не оказалось никаких инструкций, никаких регламентов на случай радиационной катастрофы. Поэтому отсюда проявился большой интерес к книге, которая была издана в Белоруссии в 2003 году, «Как защитить себя и своего ребенка от радиации». Эта книга была рассчитана на жителей сельских населенных пунктов Белоруссии. И самое трудное было изложить вопрос так, чтобы он был понятен абсолютному большинству сельских жителей. И когда мне однажды сказали, «Ну, так это книга для домохозяек». Это дополнил, что цель достигнута. Если домохозяйки понимают то, что там написано, значит, мы сделали то, что было нужно. Книга состоит из нескольких разделов. В обводных разделах дает сон. Начальник раздела мне не дается некоторые основные такие понятия, что такое разоритивность, территория и так далее, и так далее. Естественное, техногенное. Есть небольшие разделы, которые посвящены загрязнению в Чернобыле. Но главное, это нужно было объяснить людям, зачем и как можно измерять радиацию в продуктах питания. Как можно измерить радиацию в организме человека. Потому что когда мы начинали работу по измерению, многие люди спрашивали, насколько это опасно. То есть у них была аналогия с рентгеном. Они боялись, что когда проходят измерения на спектрониды, их облучают. То есть все это нужно было объяснить. Кроме того, нужно было научить их вести превышательное хозяйство в условиях радиоактивного загрязнения местности. Нужно было научить методом кульварной обработки продуктов, чтобы водить радиоумы из продуктов. Просто дело в том, что до 2003 года мы убедились, что знаний людям пациентрафически не хватает. Например, Белоруссия еще зачастую отапливает дома дровами в печке, заготавливая дрова в загрязненной зоне, они сжигают их в печи и получают концентрат радиоактивных веществ. То есть, предположим, из кубометра дров получается гвоздь золы. А в связи с этим тоже количество, что и в кубометре. И вот эту золу они высыпают на огород в качестве удобрения. То есть вот таким элементарным вещам людей нужно было научить. Кроме того, к 2003 году мы сами наработали определенный опыт, мы знали, какие вопросы интересуют людей. Мы работаем много лет уже в той зоне, мы убедились, что люди нам доверяют. Поэтому от книг в 2003 году вышло. Проблемы чернобыльской катастрофы в нашей стране существуют, и существовать будет еще много-много лет. Многое из того, что изложено в книге, основано на практическом опыте работы нашего института. То есть мы постоянно бываем в чернобыльской зоне, работаем с людьми, измеряем продукты питания и самих людей, проводим семинары, лекции, собрания. Мы никогда не считали, что работа нашего института и мысльно-правильные пути пограцает всех денег. Мы прекрасно сознаем, что для того, чтобы добиться положительных результатов, нужно решать целый комплекс вопросов. Что касается радиационной безопасности, здесь я бы сказал, что необходим постоянные радиационные монетели продуктов питания, людей, необходимы постоянные медицинские осмотры, то есть работа всех сфер, в том числе необходимые административные меры, например, запрет на сбор ягод и грибов в загрязненных местах, обеспечение населения чистыми продуктами через торговую сеть. И очень важно, здесь еще такой фактор, как повышение уровня жизни, потому что, как сказал Алексей Нестеренко, чем ниже экономические уровни семьи, тем, как правило, выше загрязнение. Основным критерием для оценки результатов работ по минимализации последствий Чернобыльской катастрофы служит уровень накопления радионаблюдов в организме людей и доза облучения, которая не получает. Хотя я абсолютно согласен с профессором Яблоком, который сказал, что доза – это, в общем, увеличена неотражающая объективное состояние дела. То есть это расчетная увеличена. Применим другую методику расчета, получим одну дозу. Другая методика расчета – результат другой. То есть это расчетная величина, которая во многом зависит от субъективности тех, кто это делает, кто рассчитывает. А уровень содержания радионаблюдов – это величина измеренная. И тем не менее, отправной точкой для проведения меры радиационной защиты служит необходимость проведения постоянного радиационного мониторинга людей и годовая доза – 0,1 млн. В пункте 12 – исполнительное заключение рекомендации 2003 Европейского комитета по радиационному риску говорится. Общая максимальная разрешаемая доза от всех антропогенных источников не должна быть более многодной дивизии для населения и пяти дивизию для персонала. Это издание заявлено Европейским комитетом по радиационному риску как рекомендательное. Здравый смысл подсказывает, что мы обязаны прислушаться к рекомендациям, которые дают в этом издании ученые из Канады, Абеки, Викобритании, Даймин, Швейцарии, США, Ирландии, Швеции, Германии, Франции, Индии, Белоруссии, Финляндии, Россия. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ